Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Краснов, я бренд-амбассадор проекта L Spirits. Занимаюсь компанией, развитием нашего крепкого премиального портфеля, важную часть которого, конечно же, занимает Мескаль. Если говорить об истории Мескаля, она насчитывает порядка 400 лет. В первую очередь, конечно, это связано с приходом конкистадоров на территорию современной Мексики, потому что жителям тех мест время, искусство дистилляции, технологии дистилляции были недоступны. Несмотря на то, что задолго до прибытия европейцев производился алкогольный напиток из ферментированного сока агавы, который назывался пульке. Конечно же, он имел во многом религиозное назначение, и его использование было ограничено строгими довольно-таки правилами. Нужно сказать, что Мескаль с приходом европейцев, с его, в принципе, появлением, во многом перенял традиции от пульке. Также нужно отметить, что на сегодняшний день Мескаль может производиться в девяти штатах. Это требование регламента. Конечно же, самым крупным штатом для производства Мескаля остается Оахака. Именно здесь в свое время была резиденция величайшего конкистадора Эрнана Кортеса. Но, помимо этого, есть еще восемь штатов, где производство легально, и из штата Дуранга, самого северного штата, где возможно производство Мескаля, родом и наш Мескаль, Буррито Фиестера. Если говорить о производстве, конечно же, сырьем для Мескаля служит агава. Это буквально десятки сортов, которые можно использовать, в отличие от текилы, которая, по сути, является частным случаем Мескаля. На территории современной Мексики произрастает порядка 150 сортов агавы из 250 насчитывающихся в мире. Самым популярным является сорт агавы Эсподина. Это примерно 75% всего производства Мескаля. В нашем случае это агава сорта Синиза. Довольно-таки редкий сорт, который эндемично произрастает в том самом штате Дуранга. Буквально 2% Мескаля приходится на этот сорт. Само слово «Мескаль» имеет перевод. Перевод с языка ацтеков – это буквально приготовленная агава. Здесь у нас прямая отсылка к одному из технологических процессов производства Мескаля. Непосредственно после сбора агаву нужно термически обработать. В случае артизанального Мескаля это происходит в буквально земляных печах. Запекание происходит на протяжении трех дней и производится для того, чтобы расщепить простые сахара на сложные, которые впоследствии можно было бы конвертировать в алкоголь. Далее, конечно же, брожение. После этого дистилляция. Двойная дистилляция в медных перегонных кубах. И после этого, как правило, Мескаль не подвергается выдержке. Более 90% Мескаля выступает в категории Ховен, то есть невыдержанная. Но, тем не менее, существуют и выдержанные образцы, это Репосадо и Аньехо. Друзья, напоминаю, что по промокоду ELWINE VIDEO вы можете получить 20% скидку на Мескаль Буррито Фиэстерон.